Всем привет! Меня зовут Сергей и вы находитесь на канале Ментал ТВ. И сегодня я хочу вам рассказать о признаках, которые могут говорить о том, что человек от вас скрывает какую-либо информацию или намеренно лжет. Я уверен, что с подобным вы сталкиваетесь почти каждый день, поэтому досмотрите ролик до конца, чтобы повысить свой навык обнаружения лжи или фальшивого поведения. Перед тем, как рассматривать вопрос верификации лжи, стоит напомнить, что нет ни одного жеста, который говорил бы о том, что человек лжет. Если вам кто-то говорит обратное, то можно спокойно закрывать книгу или видео и не забивать себе этим голову. Также важным моментом является это определение базовой линии поведения и контекста, в котором находится человек. Подробнее об этом в предыдущем ролике. Но мы с вами сегодня рассмотрим среднестатистические признаки, которые в большинстве случаев могут говорить о фальшивости действий или неискренности человека. И добавив немного аналитики, вы сможете понять, врут вам или нет. Наблюдаем за эмоциями. Если человек рассказывает какую-либо эмоциональную историю, то наблюдаем за его лицом. Соответствует ли то, что он говорит эмоциям, которые испытывает? Например, если человек говорит о том, что его осчастливило какой-то момент, и при улыбке на его лице мы видим, что верхняя часть лица нейтральна, то это говорит о фальшивой радости. Если же человек делится своими переживаниями и говорит, как сильно его расстроила произошедшая ситуация, и мы не видим сведенных внутренних уголков брови в районе лба, значит печаль неискренняя. Мне очень тяжело, и я надеюсь на вашу поддержку. Оставлять дело, которое было с тобой два года, безумно сложный поступок. Я рассчитываю, что придут много человек, купил много конфет. Если происходит какая-то ситуация, которую человек искренне не ожидает и сталкивается с информацией первый раз, то у него на лице мы должны увидеть удивление. Если этого нет, соответственно, он знал, что так будет. Хороший пример тому пранки. Понаблюдайте в некоторых из них за эмоциями героев, когда им говорят, что это был розыгрыш. Если мы не наблюдаем искреннего удивления, то можем предположить, что заранее была договоренность. Смотри туда. Мы тебя снимали, это все прикол, это настоящее свидание. Значит, мы с Тимуром одинаково подумали, поставили одинаковые пароли. Это уже неплохо, значит, все серьезно разблокировали? Серьезно? Очень важно также различать искреннее удивление, ведь его можно и наиграть. Как определить, искренне оно или нет? Эмоция удивления длится несколько секунд, как правило, не более двух. И далее ее заменяет другая эмоция, зависит от того, какое именно было удивление. Радостное, страшное или ярко-негативное. Настоящее удивление характеризуется приподнятыми бровями, широко открытыми глазами и опущенными нижней челюстью. И при этом лицо полностью расслаблено. Если где-то лицо напряжено, значит, удивление наигранное. Если хотите больше узнать об эмоциях, то можете пройти мой курс чтения человека по лицу. Ссылку на него я оставлю в описании. А пока мы продолжаем и рассмотрим другие признаки. Далее, внимательно наблюдайте за речью человека, какие формулировки он использует. Например, если человек рассказывает вам какую-то историю, и в его предложениях мы наблюдаем своеобразный сленг, который не характерен для его возраста, уровня образования, профессиональной деятельности или тех ситуаций, в которых он бывал, то стоит обратить внимание. Возможно, человек заранее подготовился к созданию ложной легенды под чьим-то руководством, либо нашел информацию по рассказанной истории самостоятельно, чтобы создать правдоподобность этого. В качестве примера можно привести ситуацию, когда знаменитые Петров и Баширов, когда рассказывают, зачем они прибыли в Лондон, начинают использовать вырезанные факты о культурных достопримечательностях, пытаясь показать свою принадлежность к данному виду досуга. Хотя мы не наблюдаем признаков их культурного и профессионального бэкграунда в этой сфере. Знаменитый собор, Салберевский собор, он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, во всем мире, он знаменит своим шпилем 123 метров, он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут. Но здесь важно учитывать контекст и тип личности человека, ведь если это будет бытовая беседа, то некоторые люди могут использовать интеллектуальные и необычные термины, чтобы произвести впечатление умного человека. Наблюдайте за тем, соответствуют ли жесты словам. Если вы наблюдаете несоответствие слов и жестов, то это является первым признаком невербального противоречия, которое может говорить о том, что человек не уверен в своих словах, что-то скрывает или недоговаривает. Так, например, когда человек заявляет о своем недовольстве и демонстрирует гнев в голосе, на лице, при этом подкрепляет это жестом, ударом рукой по стулу или любым другим агрессивным жестом, спустя несколько миллисекунд после крика, то эта эмоция и чувство наигранное, скорее всего, он не испытывает этих эмоций на самом деле. Если человек действительно завладели негативной эмоцией, то жесты и слова будут действовать в одно время без колебаний. До вот этой ситуации пока не начался вот этот кошмар с нами. Я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них. Вот как происходит это в России. У нас увеличивается количество людей, проживающих за чертой бедности. Это 20 миллионов. Также стоит наблюдать за жестами-эмблемами. Например, с помощью кивков и поворотов головы мы невербально дополняем слова «да» или «нет». А с помощью поднятия плечей обычно сопровождаем фразу «я не знаю». Что будет говорить о неуверенности в сказанных словах и это норма? Как это можно использовать при поиске лыжи? Если во время ответа на вопрос человек выполняет подобное движение головой или плечами фрагментально, то есть не полностью или частично, то, как правило, это говорит о его подсознательном контроле своих жестов и является неосознанной утечкой информации. Например, вы спрашиваете человека «ты говоришь мне правду?» и он вам отвечает «да». При этом его голова поворачивается на пол оборота в сторону, как эмблема «нет». Это может говорить об утечке информации, что тело его хочет сказать «нет», что является подсознательным отрицанием. То же самое и с кивком «да», когда человек говорит «нет». Ну и, наконец, вопрос «есть или нет» или «нет» у наших войск на Украине, говорю вам прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. И пример с плечом. Если мы задаем вопрос, эта информация соответствует действительности, он отвечает «конечно», то есть утвердительно, при этом поднимает только одно плечо, вот так, то это подсознательный контроль тела и очередное несоответствие слов и жестов говорит о том, что человек не уверен в своих словах. Вся история с лесом тобой придумана. Какие твои дальнейшие действия? Ну, в сфере Ютуба, например. Я не вижу таких доказательств. Такие несоответствия называются эмблематическими оговорками. Внимательно наблюдайте за жестами, а не словами человека. Мозг очень быстро реагирует на поступающую информацию, человек больше сконцентрирован на контроль своих слов и только после этого жестов и тела. Поэтому обращайте внимание на невербальное поведение человека. Оно, как правило, дает более 60-70% информации. Чтобы не перегружать вашу голову, предлагаю для начала усвоить эту информацию. А в следующем видео я расскажу о способах и техниках в общении, которые помогут вам обнаружить ложь человека. Поэтому, если вам понравился выпуск, ждете больше информации по теме обнаружения лжи и чтению человека, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Не забывайте делиться видео с друзьями, чтобы помочь развитию канала и повышать вероятность выхода новых роликов. И самое главное, наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok